В Сочи проверят, соответствуют ли дома нормам противопожарной безопасности. Комиссия проинспектирует каждый двор. Сегодня свой юбилей празднует сочинец Василий Рогов. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет. Они ушли во взрослую жизнь и не вернулись из Афгана. В 20-й школе появилась мемориальная доска с именами бывших выпускников. В Сочи сегодня прошла ярмарка вакансий для мужчин. Провели ее в преддверии 23 февраля. 3,5 миллиона гектаров полей подозимые и яровые на Кубани готовятся к весеннеполевым работам. В Тихорецке прошло крупное предпосевное совещание. Участие в нем принял и губернатор края. Говорили о том, как Краснодарскому краю полностью отказаться от импортных семян и о новых принципах предоставления субсидий. С подробностями наши краснодарские коллеги. Комбайны и трактора проверены и заправлены. Семена и удобрения закуплены. До масштабных полевых работ чуть больше недели, но аграрии уже готовы к сезону. В этом году в Краснодарском крае подозимые и яровые культуры отдано почти 3,5 миллионов гектаров земли. Будущий урожай во многом зависит и от состояния техники, которая выйдет в поля. На сельскохозяйственном предприятии в Тихорецке, его сегодня посетил губернатор, демонстрирует комбайный класс. Компания, которая первая в России заключила специальный инвестиционный контракт. Немецкие машины теперь практически полностью производят на Кубани. Класс. Это сегодня наш комбайн, который сегодня, можно сказать, тоже прижился на наших полях. Когда упрекали меня в том, что мы бьемся за наш класс, мы делаем неправильно. Мы делаем правильно. Я тогда говорю и сейчас скажу, пусть выбор сделает наш сельхозтоваропроизводитель. А сельхозтоваропроизводитель выбор уже сделал. Посмотрите на количество этих комбайнов. Здесь три стоит и дай бог будет больше. Мы сейчас планируем еще три покупать. Благодаря современной сельхозтехнике повысилась и урожайность. Потери зерна сведены к минимуму. Это не только вклад в продовольственную безопасность региона. От количества убранного с полей зависит зарплата аграриев. На вопрос Вениамина Кондратьева о заработке механизаторы отвечают немногословно, но по-хозяйски. Предприятие это легендарное такое, экономика очень сильная. На кармане это отражается? Хватает. Значит у нас средняя зарплата по хозяйству 35 тысяч. Сегодня у вас стабильные результаты, стабильный рост экономики вашего предприятия. Я думаю, что это в любом случае отразится и наличие денежек в ваших карманах, друзья. Но самое главное, что вы работаете даже сейчас, все равно в межсезонье. Тихорецкое предприятие – пример универсального сельскохозяйственного бизнеса. Здесь занимаются как растеневодством, так и животноводством. Хотя выращивать коров, к примеру, не так выгодно, как пшеницу. Но для земли, которая получает органические удобрения, это гарантия плодородия в будущем. Именно сбалансированное развитие агропромышленного комплекса, а не просто погоня за быстрыми деньгами, должны быть в приоритете сельского хозяйства Кубани, уверен глава региона. Поэтому в крае меняют и подход в предоставлении субсидий. – Сколько у вас было коров два года назад? – Значит, у нас было 150, потом увеличили 200. Вот 250 в этом году у нас уже 350. До конца года мы будут 400. – Андрей Николаевич, я вот не раз говорил, надо завязывать уже, по-русски говоря, с компенсациями затрат. Давайте сегодня делать выплаты тем, кто развивается, кто умеет зарабатывать и верит в то, что у него завтра будет экономика и будет прибыль на его предприятии. Начнут посевную с сахарной свеклы, потом приступят к зерновым, бобовым, кукурузе и подсолнечнику. Но если, к примеру, рис и пшеница – это полностью кубанские семена, то с сахарной свеклой и подсолнечником мы сидим на игле импортных поставок. С учетом санкционной политики это может сыграть злую шутку. Уже сейчас в Краснодарском крае намерены создать семеноводческий центр сахарной свеклы, который будет выводить собственные сорта. Конечно, этим надо заниматься, коллеги. Надо заниматься только потому, что мы должны вытеснить сегодня иностранные гибриды, чтобы говорить о том, что сегодня на Кубани все наше и отечественное. Вот семечки и конкретно уже собрав урожай. 30% через три года – это минимальный порог нашей продовольственной безопасности. Минимальный порог. А вообще семенной фонд, семена – это и есть наша продовольственная безопасность. И сегодня это будет очковтирательство, если мы будем говорить о том, что это наши помидоры и наши огурцы, и наша свекла, а семена все не наши, то это самообман. В крае действует программа развития семеноводства, где заложены меры государственной поддержки для производителей. В 2017 году по этому направлению планируется выделить порядка 160 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра была чуть меньше 70 миллионов. Всего на поддержку агрария в крае направят почти 7 миллиардов рублей. В том числе и на те отрасли, которые в прошлом году были обделены. Ресоводы получат 126 миллионов рублей. Впервые государственную финансовую помощь окажут чаеводам более 25 миллионов рублей. В планах и восстановления плантации. Тем более земля, как заметил губернатор, в регионе есть. В крае сейчас 49 тысяч гектаров сельхозземель. Притом они не используются по назначению. Андрей Николаевич, верните эту землю в экономику. 50 тысяч гектаров земли сегодня находятся под спором, говоря корректным юридическим языком. Но пока находятся под спором, то по большому счету мы ничего не получаем. Нет ни рабочих мест, ни налогов. Пока она под спором. Вот надо жестче проводить собственную политику и давайте ее проводить. Нам никто не мешает это делать. Изменился и механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. В правительстве утвердили 9 банков, которые будут выдавать займы по проектным программам. Ставка не должна превысить 5% годовых. Министерство сельского хозяйства России уже одобрило кредит для двух кубанских аграриев. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24, Тихорецкий район. Ветераны, действующие офицеры и кадеты собрались в зале кубанского казачьего хора. Сегодня они принимали поздравления с наступающим Днем Защитника Отечества. К военнослужащим обратились Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов. Глава региона отметил, престиж российской армии растет. И это лучшая гарантия мирного неба над головой. Наша армия и флот снова стали легендарными. Их мощь, сила становится признана во всем мире. И никто сегодня не может в этом уже сомневаться. У могущести и несокрушимости вооруженных сил нашей страны. Укрепляя экономику, сохраняя стабильность в нашем регионе, в нашем крае, мы вносим свой вклад в сохранение и укрепление России. Это наш долг, прямой долг перед будущими поколениями. В этом зале, для того, чтобы отметить праздник, собрались вместе от рядового до генерала армии. Вот такой союз говорит о монолитности нашего общества, о монолитности армии, о уважении со стороны населения нашей армии. Мы всегда гордились людьми в военной форме. И уверен, многие поколения России будут гордиться, потому что вы надежда, опора нашего государства. Праздник продолжил торжественный концерт. На сцену вышли лучшие творческие коллективы края. Сегодня свой юбилей празднует Василий Рогов. Ветерану Великой Отечественной войны сегодня исполнилось 95 лет. Поздравление юбиляр принимал в Колледже искусств. Для него подготовили большой праздничный концерт. Там побывала и наша съемочная группа. Его жизненный путь – пример истинного служения Родине. По его биографии можно писать книги и снимать фильмы. Василий Рогов – ветеран Великой Отечественной войны, пограничных органов ФСБ, капитан первого ранга в отставке. Сегодня известному сочинцу 95. Капитана Рогова сегодня приветствовали в Сочинском колледже искусств. Там для него подготовили большой праздничный концерт. Десяткам наград, которые украшают парадный китель ветерана, сегодня добавилась еще одна – признание и почет сочинцев. Настоящий наш земляк, ветеран войны, ветеран вооруженных сил, человек, которым по праву гордится весь город. Сегодня Василий Адамович очень интересуется происходящим вокруг, демонстрирует прекрасное чувство юмора, оптимизма и жизнелюбия. Василий Рогов – человек уникальный. Снова и снова звучало в поздравлениях со сцены. На фронт он ушел на восьмой день войны и был переброшен на Дальний Восток. Потом была Югославия, ранение. Именно за бои в этой бывшей республике Рогов получил орден Красного Знамени. И только спустя 70 лет – документ, подтверждающий его вручение. В общей сложности военной службе Василий Адамович отдал 47 лет. А сейчас общественная работа. Председатель пограничного морского собрания, член президиума погранного войска нашего города. А еще он занимается патриотическим воспитанием и сам продолжает воспитывать своих детей, внуков и правнуков. У меня крепкая семья, говорит Рогов. Когда закончила школу, я уезжала и жила в Санкт-Петербурге 49 лет. И вот уже второй год здесь мы с мужем живем, чтобы быть поближе к отцу. Ну а рука об руку с ним последние годы идет Валентина Хрящева, вторая жена. Тоже ветеран войны. Но судьба свела их только спустя полвека после ее окончания. Вот уже сколько мы, 23 года уже вместе. И думаем до конца уже друг друга поддерживать. В свои 95 Василий Рогов по-прежнему полон сил, оптимизма. С его лица нисходит улыбка. Секрет долголетия, говорит ветеран, это спорт и здоровый образ жизни. И, конечно, любовь. Сегодня у него две главных мечты – погулять на свадьбе своих правнуков и встретить 100-летний юбилей. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ушли во взрослую жизнь и не вернулись из Афгана. Старший лейтенант Иван Гапанец и рядовой Валерий Петренко. Мемориальные доски в памяти погибших воинов сегодня были торжественно открыты в 20-й школе. Все дети знают слова и торжественно исполняют гимны России. Для школы номер 20 важное событие – митинг в память о бывших выпускниках, не вернувшихся с Афганской войны. Приглашены бывшие сослуживцы, родные Ивана Гапанец и Валерия Петренко. Такие мероприятия для юных сочинцев проходят по инициативе ветеранов сочинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Это вера в будущее нашей Родины, это великий патриотизм, чтобы не было больше войн на свете. Благодаря инициативе воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий в Афганистане на здании школы появились мемориальные доски. Постаревшие родители внимательно вглядываются в лица невернувшихся ребят. Когда-то они за руку привели их сюда учиться и здесь учили любви к Родине. Возлагает святая дочь Юлия, которая совсем не помнит своего отца. Есть у Ивана Гапанец и внуки, но и им сложно говорить в такой обстановке. Учителям хранят бережно в памяти все, что связано с именами воинов-афганцев. Помнят, как они хорошо учились и участвовали в городских соревнованиях. Помнят и как провожали их в последний путь. Мы их хоронили. Привезли их поздно ночью. Захоронение делали со всеми учениками, учителями, с которыми ребята учились. Это была большая потеря лучших детей. Иван Гапанец был заместителем командира батареи противотанковых управляемых ракет. Закончил высшее артиллерийское командное училище. Погиб, когда ему едва исполнилось 25. Об этом рассказывали сегодняшним ученикам. А рядовому Валерию Петренко было всего 19. Он успел только окончить 9 классов и получить профессию водителя. Теперь лица ребят, славных учеников 20-й школы, будут каждое утро встречать будущих призывников. Елена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. В Сочи проверят, соответствуют ли дома нормам противопожарной безопасности. По поручению главы города создана специальная комиссия, которая проинспектирует каждый двор. Особое внимание уделят новостройкам, которые были узаконены судом, но зачастую не имеют подъездных путей, гидрантов и других противопожарных средств. Этот и другие вопросы сегодня были подняты во время планерного совещания в мэрии. Все подробности у Татьяны Говорковой. Особое внимание города за последний период было направлено на подготовку курорта к зимним военным играм. Они стартуют 24 февраля. Соревнования, в которых примут участие олимпийцы, продают в прибрежном и горном кластерах. Посещение всех спортивных мероприятий бесплатное. А пока в ближайшие два дня необходимо завершить генеральную уборку на дорогах, улицах и придомовых территориях, отметил городоначальник. Все делается для того, чтобы эти люди, которые приезжают сегодня, скажем, зимой из Москвы, либо из других городов, чтобы они окунались не только в теплое, красивое солнце, а и в ту чистоту и благоустройство, которое в городе Сочи поистине должно быть. Общегородской субботник, прошедший в минувшие выходные во всех районах, привлек к уборке около 3,5 тысяч сочинцев. Результаты хорошие. Рассобраны целые свалки. Тем не менее, проблема с мусором на курорте будет существовать до той поры, пока не построят мусороперерабатывающий завод, уверены власти, которые добились, чтобы Сочи наряду с Казани и Подмосковьем вошел в федеральную программу по строительству современного экологически чистого мусорного комбината, у которого на верхнем этаже есть даже ресторан. Именно такой завод стоит в центре Вены. В Сочи такому заводу быть, и это однозначно, но с местом его нахождения определяться с учетом мнения экологов и архитекторов. Обсудили на планерке и вопрос пожарной безопасности. К сожалению, не все дома и объекты в городе имеют необходимые средства защиты и соответствуют требованиям Госпошнадзора. Большей частью это касается новостроек, где нет пожарных подъездных путей и гидрантов. Анатолий Пахомов распорядился создать специальную комиссию, которая проверит узаконенные по суду дома во всех районах курорта. Все, что было построено самостроем, возьмите 10-12 лет, вот, да, то есть эти все объекты необходимо проверить на предмет того, соответствуют они пожарной безопасности, либо нет. Если они не соответствуют, мы либо в судебном порядке будем этих людей, которые думают, что они уже день не проели, подымать и говорить, вы не доделали, это приведет к трагедии, как это прошло в Краснодаре. Ответственными за пожарную безопасность должны быть управляющие компании и сами жители, подчеркнула Анатолий Пахомов. Все ли приняты меры по пожарной безопасности проверят и в селах, особенно в тех отдаленных местах, где есть нехватка воды. Обсудили на совещании также проблему бродячих животных и брошенного транспорта. И если отловом животных занимаются специализированные организации, то автохлам должны вывозить их владельцы самостоятельно. В противном случае к ним будут приняты меры административного воздействия. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Лазаревском ребят, впервые получивших паспорта, посвятили в молодые избиратели. Район – традиционный лидер в Сочи по активности избирателей. Каждый третий-четвертый избиратель района в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках Дня молодого избирателя лазаревцы приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к этой дате. Олимпиаде по избирательному праву, интернет-викторине, конкурсах знатоков избирательного права, экскурсиях в территориальную комиссию. Городское собрание Сочи совместно с администрацией Лазаревского района подготовило наказы молодым избирателям. Председатель собрания Виктор Филонов вручил их представителям учебных заведений символические паспорта молодого избирателя и подарки были вручены студентам. Шестой региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени Вернадского стартовал в Сочи. Он открылся в Центре творческого развития и гуманитарного образования. А принимают в нем участие школьники пятых-одиннадцатых классов со всего края. Интерес к исследовательской работе в этом году проявили свыше ста школьников. Это и старшеклассники, и учащиеся средние школы, причем из разных городов края. Не бойтесь быть искренними. Вы исследуете, значит вам это интересно. А если это интересно, значит вы ярко и убедительно можете представить свою работу. Естественно, сочинцев заявилась больше среди них и ученица 18-й школы Маша Уфимцева. Ее заинтересовала тема чая, а удивила при изучении многообразий сортов. Чтобы достойно подготовиться к конкурсу, помощь потребовалась сотрудников научно-исследовательского института горного лесоводства и цветоводства. Большинство любит чай, и я тоже в том числе, точнее наша семья. И нас заинтересовало, как он попал в Россию, какие компоненты чай содержит. Сегодня проходила защита работ на стендовой экспозиции. Лучших пригласят уже на секционную защиту. Так как конкурс носит имя великого исследователя Владимира Ивановича Вернадского, а, конечно же, он был человеком очень широких взглядов. В соответственной секции представлено очень много, великое множество, их порядка 30. У нас представлено на этом конкурсе 24 секции. Они объединены в направления естественно-научное и гуманитарное. И только 12 лауреатов регионального этапа войдут в состав команды Краснодарского края, которая отправится в Москву, где в апреле этого года пройдет всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ. Гелена Овсецина, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня прошла ярмарка вакансий для мужчин. Провели ее в преддверии 23 февраля. Эта часть краевой акции, подобные тематические ярмарки вакансий в Сочи, проводят ежегодно перед Днем защитника Отечества. Такие же мероприятия для соискателей мужского пола уже прошли в Лазаревском и Адлерском районах. В центре Сочи свои вакансии представили более 20 предприятий. Они предложили порядка 700 вакансий. Сферы различны. Сегодня у нас и санатории, и здравоохранение, больницы, поликлиники, также охранные организации, строительные. То есть на любой вкус и выбор. Желающие получить работу могли прямо на месте пройти небольшое собеседование и заполнить анкеты на соискание той или иной должности. Ну а следующая подобная ярмарка вакансий пройдет в преддверии 8 марта. И работать она будет исключительно для женщин. В горах Сочи планируют установить два рекорда Гиннеса. Второй карнавал «Бугель-Вугель» пройдет на Розе Хоттер с 30 марта по 2 апреля. В его рамках 1 апреля планируется установить два мировых рекорда. Один из них – самый большой горнолыжный оркестр. Музыкальный ритм во время спуска задаст шоумен и музыкант Александр Пушной. Он же поможет сыграться музыкантам, многие из которых впервые познакомятся друг с другом на фестивале в Сочи. Второй – рекорд Гиннеса по спуску с горы в купальниках, где организаторы планируют побить прошлогодний результат. Они рассчитывают, что в «Бугель-Вугель-2017» соберет более 20 тысяч любителей снежного отдыха и чудачеств. Планируется увеличить количество фестивальных площадок карнавала ровно в два раза. К примеру, появится турнир по пляжному волейболу на снегу, школа веселого бега Андрея Бочарова и снежный танцевальный батл. А на музыкальном опен-эйр-концерте выступит группа «Гзавреби». Участие в карнавале и для зрителей, и для веселых спортсменов абсолютно бесплатное. Обладатель мирового рекорда в бейсджампинге совершил прыжок в Сочи. Скайпарк посетил легендарный спортсмен Валерий Розов. Про него говорят, он родился с крыльями. Валерий Розов – дважды чемпион мира по парашютному спорту, победитель чемпионата Европы и победитель Кубка мира, чемпион России по альпинизму, действующий рекордсмен мира по парашютному спорту. Валерий Розов установил новый мировой рекорд в бейсджампинге, совершив прыжок с высоты 7700 метров с Гималайской вершины. И вот теперь Розову покорилась вершина моста Скайбридж. Во время полета бейсджампер был абсолютно спокоен, однако после отметил для него, как для парашютистов, новинку крепления за ноги. Сочи примет сразу три парусные регаты. С 22 по 27 февраля в акватории Югспорта стартуют три состязания. Второй этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт, всероссийские соревнования «Зимняя ривьера» и второй этап Кубка России в олимпийском классе яхт «Финн». По предварительным данным, в соревнованиях примут участие 160 яхтсменов из Краснодарского края, Ростовской, Самарской, Ленинградской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока и Республики Татарстан. В Кубке России спортсмены будут состязаться в олимпийских классах яхт. 470 лазер «Стандарт», 49-й, 49-й «ФХ», «Накро», 17 «Микс», лазер «Радиал», а также парусной доске «РСХ». В «Зимней ривьере» за призовые места поборются их смены в классах 420, 29-й, лазер 4.7, лазер «Радиал» и парусной доске «Техно». Церемония открытия соревнований состоится 23 февраля в 10.00. Вход на состязания свободный. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.